Всем огромный привет из вечернего Прованса! Вы на канале Жизнь Сибирячки во Франции. Вот и закончились все праздники. А нет, не все, еще Старый Новый Год. Ну, здесь Старый Новый Год, это, можно так сказать, во Франции про этот праздник никто и не знает. Но мы тоже этот праздник, как можно сказать, вспоминаем, но не отмечаем. А вы отмечаете? Напишите в комментариях. Напишите в комментариях также, как вы справили Рождество, отмечали дома, может быть, приходили родственники, друзья. Будет интересно. А я вот думаю, когда убирать елку. В этом году мы, конечно же, елкой насладились по полной, потому что мы ее поставили очень-очень рано. И это было просто здорово. Показалось, что праздники были очень долгие, прям супер-супер. И до сих пор еще не хочется елочку убирать. Может быть, еще недельку постоит. Хотя уже сегодня видела, продают тюльпаны и захотелось купить тюльпаны. Но на улице сегодня очень-очень холодно. Я хотела вам поснимать и даже не стала снимать. У меня еще свечи. Буду зажигать во всю зиму свечи. И нужно нам в крэш купить лампочку. Сгорела лампочка в наш домик, в новогодние ясли. Или уж на следующий год купим. И посмотрите, вы говорите, Лена, как вам конфеты? Конфеты замечательные, но мы такие едоки, мы все меньше и меньше. Мы наслаждаемся маленькими совершенно порциями. Когда мы их купили, на Рождество купили. И вот, смотрите, коробочка совсем небольшая. И еще больше половины, мои хорошие. Больше половины. И эту коробочку у меня здесь, мне подруга дарила хрусталь русский. Такую вазочку прекрасную. Мне она напоминает родителей. И вот Владислав сюда свои конфеты, которые я вам показывала, были в коробке. И вот так вот совсем. У нас такого нету, чтобы все съедалось за один миг. Мне кое-какие здесь очень, вам не видно, наверное, понравились. То же самое, пойдемте понетон покажу. Вечерний блок, сейчас буду готовить ужин. Ужин сегодня будет очень простой. И понетон, Даниэль нам его когда? Когда мы к ним ходили. И вот она дала до сих пор еще тоже больше половины. Совсем по чуть-чуть. Александру, Владиславу говорю, берите, ешьте сколько хотите. Не, понемногу. Все понемногу. И постепенно с возрастом, как вы и говорили, все правильно. Едим все меньше и меньше. Не объедаемся, но наедаемся прекрасно. Сегодня на ужин Владислав заказал свои любимые бантики. И я отварила яйца. Кто захочет яйца, мы белок совершенно легкий в ужин. Или вообще без белка иногда. И там еще очень много овощей тушеных осталось. Поэтому ужин у нас сегодня очень простой. А галета была просто обалденная. И вот галета еще у нас осталась тоже. Мне готовить много не надо. И продуктов много не надо. Смотрите. Но галет хорошо подъели. Очень понравилась моя галета королевская. Поэтому посмотрите рецепт. Обязательно сделайте. Это очень-очень вкусно и просто. Уже кто сделал, сказал просто. Супер. А, и про шампанское. Меня спрашивали в инстаграм. Хотела здесь ответить. Шампанское, которое мы вчера пили на Рождество. Они все шампанское называют теперь вов. Только не имеют права назвать вовку колико. Как оно называется? Вов. Ой, забыла. Ну, популярное шампанское. Это у нас шампанское, которое стоило... На Рождество мы покупали шампанское, которое стоило почти 37, кажется, евро или 35 евро. Мадмуазель. Как оно нам понравилось. И розовое, и белое. А вот это шампанское мы искали-искали. Уже не было нигде шампанского. Помните, я вам рассказывала. И это взяли за 19 чем-то. Оно хорошее, но то нам понравилось больше. И Александр даже сказал, нет, будем покупать. Если покупаем, то будем покупать самое лучшее. Вот тоже второй признак, наверное. Когда с воздрамством хочется меньше да лучше. Вкуснее да меньше. Вот так мы функционируем с Александром и с Владиславом. Ну, Владислав подросток, он есть все, что захочет. Вернулась домой из магазина. Сегодня что-то так набегалось. Сначала хотела прогуляться. Но прогулялась, поговорила со старшей сестрой. Спросила, как у нее дела. Она вам всем передает огромный привет. Я говорю, как там обстоят дела в школе. Она говорит, да, каждый день по-разному. То много учеников, то совсем мало учеников в классе. Потому что же сейчас, если в классах есть хоть один заболевший ковидом, надо всем ученикам обязательно сдавать тесты. Не один раз, а по три раза. А на тесты очень большие очереди у нас. Это что-то. Поэтому мне такое чувство, что родители оставляют детей дома на 3-4 дня. И если никаких... Но это, я так думаю, вообще так нельзя, конечно. И потом ведут снова в школу. Поэтому, она говорит, ситуация такая разная, что то густо в школе, то пусто. Ну, в принципе, сейчас все идет так, как идет. Что касается Александра, он тоже пришел домой, говорит, сильно ко мне близко не подходить. И я говорю, а почему это тебе близко не подходить? У нас, говорит, очень мало народу на работе. И многие сидят дома. Потому что сдали тесты, и у них обнаружили ковид. Работать некому дома. А сегодня вижу, что и блогеры некоторые тоже болеют дома. Я всем желаю здоровья. Побыстрее, чтобы наступили теплые деньки. Чтобы все выбрались из всего этого. Вот. Ну, ладно, не будем. Я хотела просто новости вам такие дать. Пока у нас не закрывают. Ну, на дистанционном, как всегда, на дистанционной работе все работают. Но, в принципе, потихоньку-полегоньку. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Я ходила в магазин, что купила. Забыла показать вам обед. Но на канале Худеем по-французски Селена Франц есть уже этот рецепт. Это фаршированные кальмарчики. Сегодня, кстати, я фаршировала не рисом, а попробовала фаршировать пшенкой. Получилось супер вкусно. Добавляю чуть-чуть чертого сыра пармезана, томатной пасты, различные специи. И потом лук, морковь. Заливаю томатной пастой, чуть-чуть воды, все в руках и тушу. Получается супер быстро и вкусно. Вот утром я все сделала и побежала по своим делам. В магазине я теперь очень часто хожу в интермарше, а не в большой магазин, потому что я вам рассказывала, что на втором моем канале, что наш новый хозяин интермарше делает достаточно большие скидки. Он знает, что, например, сегодня суббота, завтра воскресенье, и в понедельник некоторые продукты уже будут, срок годности прям подойдет, то есть или убирать с полок, или выбрасывать. И он сегодня сделал на многие продукты и 30%, и 50%, поэтому очень выгодно. Еще сегодня у нас 8-ое, до 10-го числа без проблем можно есть эти продукты, некоторые продукты даже можно заморозить. И я считаю, что замечательное решение, чем выбрасывать продукты. Это, кстати, была передача, Владислав мне рассказал, мам, проверили йогурт натуральный, не десерт, а натуральный йогурт, который был просрочен неделю, и там не обнаружили почти бактерий. Но Лилиан нам уже говорил очень давно, что если покупаете йогурт натуральный, то, в принципе, его можно есть еще 2-3 недели. А вот если вы покупаете какой-то десерт, фисташковый крем, то с просроченным сроком годности можно его съесть еще 2 дня всего, а потом уже лучше не кушать. Но нужно быть очень осторожными с мясом и, конечно, там с рыбой, потому что все-таки это свежие продукты. Если это заморозка, то, скорее всего, ничего страшного, а так не нужно с таким... То есть, если там один день, вот, например, сегодня 9-е, а срок годности 10-го, то ничего страшного, он сказал. А если там уже просрочено 2-3 дня, то, конечно же, выбрасывайте. Давайте я вам покажу, что я прикупила. Александр попросил у меня, покажу прямо в холодильнике, Александр попросил у меня селедку. Такая селедка стоит около 2 евро, 200 грамм, и она подкопченая селедка, омега-3. Сейчас ингредиенты посмотрю. Ингредиенты, в принципе, селедка и больше ничего нет. Соль, наверное, скорее всего. Поэтому вот он будет сегодня или завтра кушать селедочку. Я селедку не очень ем, но мне ее и нельзя, но можно уже, но я не очень люблю. Я себе купила креветочки. Вот, посмотрите, сегодня 8-е до 10-го креветки. Замечательно, они стоили 150 грамм 7 евро. Я купила их с 30-процентной скидкой. Поэтому вот такие креветки, я не буду ждать, я съем их сегодня. Поэтому замечательно на 30%. А Владислав мне заказал колбаски, а сосиски, французские сосиски. И я их сейчас заморожу, потому что они свежие также были еще тоже до 10-го числа. Можно еще целых три дня. Сегодня, завтра, послезавтра. Но я их, скорее всего, всем заморожу. Что еще купила? Купила сыр. Давно не покупала салакис. Это как брынза. И он из овечий. Да, овечий. Овечий. Сыр. Сделаем салатик. Конечно же, прикупила салат. Сладкий перец, салат. И что я еще... А, я же еще сумку-то не разобрала. Сейчас посмотрим. Александр просто пришел с работы. И нужно было его накормить. А что я здесь купила? Купила молоко. Безлактозного не было. Владиславу пришлось покупать био. А, смотрите, что я выгодно очень купила. Я купила выгодно кофе. Карта. Черная карта. Карта нуар. И 50% была аж скидка. Здесь две пачки. Это экспресс. Правда, кто любит, кто не любит. Две пачки по 250 грамм. И мне две пачки вышли за 3 евро. Даже чуть-чуть, мне кажется, поменьше. Вот. Очень выгодно. И яйца, и цикорий. Так что, вот такие покупочки у меня сегодня были. У нас вечером похолодало. Прям такой прохладный воздух. Не знаю, сколько градусов. Наверное, ноль. Но утром очень часто уже мясовая температура. Я сегодня в течение... Ну, я сходила до магазина. Как я вам сказала. Потом много было дел по дому. Делала видео для двух каналов. И не прошла свои 10 километров. Поэтому я сейчас иду. И наслаждаюсь свежим воздухом. Без маски никого у нас нет. Поэтому замечательно. Никаких отговорок. Чтобы быть здоровым. Чтобы клеточки все насыщались кислородом, обязательно нужно пройтись. Давайте я вам покажу. Вот смотрите. Уже сейчас скоро придет Александр. Так что я пойду готовить ужин. Да, вы меня спрашиваете. Лена, ну как же нам сбросить вес после праздников? Про это мы поговорим на втором моем канале. Но, девочки, никакого решения сказочного-то нет. Если вы едите больше, чем тратите. Я вот тоже гурман с возрастом. Хочется есть и позволять себе все, что ты любишь. Потому что жизнь-то она одна и проходит. Но для того, чтобы есть все, что ты любишь. И немного больше, чем сжигает твой организм. Метаболизм. Он же уменьшается с возрастом. Как бы кто ни говорил. Даже если ты спортом занимаешься. Приходится двигаться больше, чем ты ешь. Поэтому для меня отговорки, это только отговорки. Вот утром вышел чуть-чуть. Время найдется. Вечером или до еды, или после еды. Холодно, не холодно. Встал, поел. Очень легко съесть круассан, в котором 200 с чем-то калорий. 260, что ли, надо посмотреть. А чтобы жить эти 260 калорий, 1000 шагов, это всего, если я не ошибаюсь, 60 калорий. Да, я смотрела на моих часиках. Вот сейчас посмотрю, сколько. Смотрите. А, сейчас покажу вам. А, не видно? Ой, не видно вам. Часы мои. Подождите минуточку. Сейчас беру. Так. Зажигайтесь. Вот они. Зажглись, не видно. Так. Сейчас вам скажу. 12 тысяч шагов, это 8,5 километров. И сколько калорий? 582 калории. Вот, представляете, разделите. 1000 шагов, это, наверное, 50 калорий всего. Ну, чтобы сжечь один круассанчик, нужно пройти 3000 шагов почти. А то и побольше. О, кто-то. Поэтому, чем положить себе что-то в рот, подумайте. Хотите вы выходить на улицу? Или лучше не съесть лишнюю конфетку. Одна, кстати, кому-то, кто-то меня спрашивал, одна шоколадная конфетка, ну, примерно 10 грамм, это тоже 50 калорий. Представляете? Да, вы сейчас скажете, заморочилась. Нет, я просто говорю, выбор-то за вами. Если вы сидите и страдаете, а потом идите, то это ничья вина. Это ваша слабость. У нас здесь, вон, идут работы. Ещё что-то будут строить. Наш камьончик Пидза, где стоял. Всё. Ну, пришлось уехать. Сейчас проходила, не стала вам снимать по деревне, так как недавно снимала деревню. Это салон, который я снимала, закрылась. Ещё несколько магазинчиков закрылась. Всё закрывается у нас из-за этого вируса. Ну, вот ещё даже на домах новогодние украшения у французов. Вот, тут убежит. Красиво. И вот этот дом ещё украшен. Гирлянды ещё не сняли. Ёлки выбросили, а гирлянды не сняли французы. Сейчас позвонила Лильяну и Даниэль. Спросила, как у них дела. Надо будет к ним на неделе заехать. Многие меня начали снова спрашивать. Лена, будете третью вакцину ставить? Про вакцины не буду вам ничего говорить, потому что вы начинаете нервничать. И всё такое. У каждого своя голова на плечах. Поэтому, да, Даниэль и Ильяну уже давно поставили третью вакцину. Александру сказали до пятнадцатого числа принести документ. Ну, такая у нас сейчас жизнь. Поэтому сами всё решайте. Ставить вам не ставить. Мне такие вопросы больше не задавайте, мои хорошие. Я отвечаю только за себя, за семью, за свою. А вам всем решать. Ну, а вам желаю всем позитива, как бы то ни было. И самое главное, здоровья. И гуляйте чаще по свежему воздуху, чтобы иммунитет был очень-очень хороший. И питайтесь правильно, потому что питание, это, наверное, 90% вашего здоровья. Вот сейчас, кстати, смотрела доктор Петрик. Это уже мне кто-то сказал про его канал. Жена его выставила видео про витамин Д. Кто не смотрел, посмотрите. Интересно, она сказала, как там... Ну, всё это было уже известно. Это проблема, что рыбу-то можно есть. Но если в организме не всё в порядке, витамин Д с едой не совсем будет усваиваться. Сначала нужно наладить всю пищеварительную систему. А потом и из рыбки витамин будет усваиваться хорошо. Так она очень много полезного сказала. Смотрите, какая красота у нас там. О, машина. А я тут встала. А за мной машина едет. Сейчас поднимусь к себе в казарму. И там сверху, наверное, будет очень красиво. А, нет, уже не видно всё. Пока шла, вон, замок на розовом небе. А, да, вот красиво. Пока поднимусь, наверное, уже всё. А, вот отсюда красиво видно. Красота. Ещё бы машины эти убрать, чтобы видно было только небо. Всё, мои хорошие. Всем замечательного вечера. До связи. Пока-пока. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова